Перемирие в Донбассе оказалось на грани срыва. В ДНР опасаются скорого возобновления военных действий. По словам местных властей, это произойдет по вине Киева, если украинские власти не будут соблюдать хотя бы три первых пункта Минских соглашений. Ситуация в регионе обостряется с каждым днем. Никаких подвижек после очередных переговоров по политическому регулированию нет. Обстановка остается накаленной. В любой момент она может вспыхнуть и перерасти в полноценные боевые столкновения. В последнее время стала особенно заметной концентрация украинских сил на линии соприкосновения. Также участились обстрелы со стороны позиций украинских войск. Эту ситуацию мы сейчас обсудим по телефону. На прямую связь с нами выходит председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Денис Владимирович, здравствуйте. Что сейчас происходит у вас в республике? Почему накаляется обстановка? Здравствуйте. Тут, к сожалению, несколько факторов, наверное. Мы слышим в Минске на переговорах сценичные заявления со стороны Украины, что Киев привержен выполнению минских соглашений, что Киев все выполняет, все делает. Но на деле наши граждане ощущают несколько иную позицию. Почему? Потому что последнюю неделю, наверное, очень серьезное обострение. Это и есть виноватая, где есть погибший мужчина, где есть трое тяжелораненых. Это обстрелянные районы, продолжающиеся, наверное, обстрелы районов Куйбышевского, Петровского, Донецкого, Саханка. Это, конечно же, и Луганская Народная Республика, которая также страдает. Саханов был обстрелян. То есть люди, которые уже, может быть, немного отвыкли от обстрелов. И вот непосредственно разрушение инфраструктуры, попадание в частный сектор. Это очень серьезные вестники, наверное, полноценных боевых действий. Почему? Потому что количество обстрелов из запрещенного оружия, то есть которое уже давно должно быть отведено от линии соприкосновения на безопасное расстояние, к сожалению, только растет. И эти обстрелы, это количество снарядов, они попадают отнюдь не по позициям нашей армии, они попадают по гражданским объектам. Естественно, это провокационные действия и связаны с тем, что Киев не в состоянии и не хочет выполнять взяты на себя обязательства. Этому свидетельствуют и очень скудные результаты по работе политической подгруппы. И это не из-за того, что что-то нас не устраивает или что-то мы не выполняем. Это позиция представителей Киева, которые где-то неуполномочены брать на себя ответственность, где-то неуполномочены обсуждать что-то. В итоге у нас политические пункты, ну по сути, мы отброшены, как я ранее говорил, где-то к маю 2015 года. То есть все даже те наработки, которые были, где-то по оперативным пунктам какие-то договоренности и компромиссы, они сейчас по сути аннулированы. Потому что представители Киева начинают заявлять, что а где наша подпись стояла там и прочее, прочее. Как думаете, Денис Владимирович, с чем связано вот такое сейчас обострение ситуации? Ведь все-таки долгое время какой-никакой мир удавалось удерживать. К сожалению, для нас август месяц уже не первый год остается достаточно напряженным, количество обстрелов растет. С чем это связано? Почему именно конец лета? Ну, тут вопросы, наверное, больше к Киеву. Но Киев провоцирует, и Киев показывает всячески, что боевые действия не могут в любой момент начаться, и мы должны быть готовы к ним. Какое развитие событий вы видите после, может быть, таких заявлений? Будет другой ответ Киева, либо же все-таки вы готовитесь к худшему? Вы знаете, мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы настроены именно на политическое решение конфликта. Но, учитывая неконструктивную позицию Киева, конечно же, и армия наша готова должно перейти в контрнаступление, если понадобится. Если действительно Киев сорвет Минские соглашения, если они действительно перейдут на наступление. Спасибо вам. Желаем вам удачи. На прямой связи со студией Live напомню, по телефону был председатель Народного совета, самопровозглашенный Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. С ним мы обсуждали сейчас сложившуюся обстановку в ДНР.